Поехали! Давай, давай, давай! Сюда его пробей еще выше. На подиум приглашается Великий боец по прозвищу Снегови своим внушающим приемом Офрен Балканеру и одного профессионального бойца Кражданин России Джек Уильям Монсон Итак, добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья Мы начинаем комментировать, Начинаем проводить сегодня Турнир арм-рестлинга Где встречаются Джефф Монсон и Олейник Алексей Олейник Да, совершенно верно И с вами Дмитрий Кокс И Сергей Токарев Ну что, беспрецедентная история в мире арм-рестлинга В мире единоборств Потому что Первый раз Бойцы такого калибра Встречаются Не В ринге Не На татаме А Встречаются За столом Для арм-рестлинга Вы смотрите Поп-арм турнир Арматура И мы хотим поблагодарить Наших партнеров Компанию Эклиптика Бренд спортивной одежды Инферно стайл Спортивное сообщество Живая сталь Компанию Зеливар И компанию Оптимил В этом большая заслуга Организатору Турнира Вот и Проект Водимания Ведя величины Смехных единоборств Денис Цыпленков Встречаются за столом И Сегодня покажут Классное шоу Мы видим Дениса Цыпленкова Он Принимал участие В подготовке Олейника Видим, что Денис Вышел на сцену Тоже снимает Он Потихоньку Вовлекается В блогерский мир Потому что Очень много интересного Происходит И это Правильное Считаешь Решение Тоже Начинать снимать И начинать выкладывать Потому что Если этого не делать Очень много интересного Остается за кадром Джеффа Монсона На поединок Готовил Марсель Харидзинов Собственно он его и Секундирует Ну а Алексей Олейника Весь тренировочный процесс Полностью вел Денис Цыпленков Мы сегодня Увидим Помимо Противостояния Спортсменов Так и Тренерские навыки Что скажете Дмитрий Вы присутствовали При подготовке Непосредственно Олейника Как он Хорош ли Так ли хорош Как о нем говорят Я лишь Наблюдал Все выпуски Телеканала Бодимания Друзья Поддержите Наши спортсмен Пожалуйста Будет очень интересное Противостояние Итак Олейник Монсон Да В первый раз И наверное Единственный 12 лет назад Они встречались На турниру По смешным миноборствам Где Основная Борьба проходила В партере После чего Алексей Олейник Сумел нанести Несколько Точечных ударов Джефф Монсон Получил рассечение Вот Но Поединок был весьма равный Но К сожалению КБ Ребята борются На левую руку Первый раунд Он зачастую Бывает Решающим Не всегда Но Показывает Непосредственно Как пройдет поединок Потому что Если Что-то происходит Потом очень Сложно Перестроиться Так Был отрыв локтя Джефф Джефф Монсон Джефф Монсон Дал хорошее сопротивление Видно Не хватает силы Мышл сгибателей кисти Ну что Будет ли ответка От Джеффа Монсона? Они будут Проводить поединок Насколько я понимаю На правую руку По регламенту То есть Они борются Они борются На две руки И соответственно Организаторами Турнира Был предложен Такой вариант Проведения Когда первый Раунд На левую руку Затем Спортсмены Могут Несколько Отдохнуть И поединок На правую руку Денис Подошел к Алексею Олейникову Да Дает наставления Заключительные Ну как бы бывает так Что да Со стороны всегда виднее Особенно тренеру Что необходимо Закрепить В данной ситуации Что необходимо Изменить Возможно Чтобы Все прошло более-менее гладко Я очень надеюсь Что В По Углу Джеффа Монсона Марсель Хайредина Сейчас Наверняка Припас Для нас Какой-то Сюрприз И Тактику В борьбе Сейчас поменяют Показывает Показывает Марсель Джеффу Что необходимо Изменить Направление движения Побороться верхом Попробовать Побороться верхом Для Арнесенко Очень здорово Когда Такие величины Спорта Другие Дисциплины Пробуют свои силы В Арнесенге Поэтому Во-первых Огромная благодарность Как организаторам Так и самим спортсменам Что согласились На Несвойственную для себя Дисциплину Тем самым Они В том числе Привлекают Большое внимание общественности К Арнесенге Ну на самом деле На самом деле Это очень хорошая история И я думаю Все таки для Спортсменов Бойцов Для воинов Это просто еще одна площадка Где можно померяться силой Причем Армрестлинг Всегда Такой вид Спорта Когда Скажем Выступать можно Прям до 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 80 лет Когда выступать можно И нужно Да Особенность Там смешанных Наборств Конечно там За продолжительную Карьеру профессионалу Накапливается много Мелких Травм Которые Увы не дают Бороться на таком высоком уровне А в Арнесенге собственно А хочется Хочется Бороться Хочется Противопоставить себя И опять таки Попытаться Попытаться что-то Сделать Попытаться Заявить о себе Сергей Мы наблюдаем второй раунд Поединок проводится На правую руку сейчас Да Идет выставление захвата Сможет ли Сможет ли Джефф что-то Противопоставить На правую руку Или картина будет такая же Уже на старте Видно насколько Хорошо контролирует Кисть Алексей Нет Видишь Все Качели качели на центре Начинается движение туда В обратную сторону Вот она борьба Достойнейшее противостояние Двух джентльменов Победу одерживает Алексей Но На правую руку Джефф Показал что Он Значительно сильнее Имеется по отношению К своей левой руке Ну возможно Марсель все-таки Действительно Показал то что нужно делать И возможно Мы уйдем на левую Руку Изменение картины Я в этом не сомневаюсь Я в этом не сомневаюсь Но честно могу сказать Такой поединок Скажем очень эмоциональный И вот Мне Даже как Человеку который Скажем Очень много поединков Классных видел То Я сейчас В борьбе на правую руку Получил такое Удовольствие Эстетическое удовольствие Не иначе Денис показывает Что необходимо Больше Акцентировать внимание На пронацию Потому что Ставка наверх У двух тренеров Ставка наверх Непосредственно Интересно Будут ли бороться Кстати Тренеры После Самих спортсменов Ну наверное Регламентом это не оговорено Скорее Как раз таки Амплуа тренеров Их борьба и заключается Как Их Подопечные Проявят себя Но мне поединок Очень нравится То есть я скажем Понимал что Времени на подготовку Было очень мало У спортсменов Но я Вижу что Оба подошли к этому Очень профессионально Очень серьезно И Надеюсь что Это лишь Первый их Дебют в арместинге И они обязательно Продолжат выступать И радовать Нас Своей борьбой Мы все хотим этого Чтобы Такие эмоциональные Захватывающие поединки Были Не редкостью А были Постоянные истории На соревнованиях Арместинг Это такой вид спорта Который Начинается С крепкого рукопожатия Что Символизирует Уже Взаимное уважение Друг к другу То есть Человеку которого Ты не уважаешь Навряд ли ты Потянешь руку И пожмешь ее Ведется цепом захватен И В отличии от многих других Набор В арместинге Основной принцип Это не оттолкнуть Не ударить А именно Притянуть к себе Вот собственно И эмоционально Люди В арместинге Очень дружные Ценят Искренность в людях И даже Несмотря на различные Расточенные Противостояния То есть За столом мы все соперники А в жизни верные друзья То После поединка Также Благодаря друг другу За борьбу И Путем Таких Скажем Состязаний Формируется Такое правильное Мужское Отношение Друг другу То есть Решили кто Сильнее И При этом Конфликтной ситуации Никакой не осталось Помирились Поборолись Третий поединок У нас Левая рука Ну что посмотрим Сможет ли Джек Монсон что-то Противопоставить Уменится ли Стратегия борьбы У него Потому что Достаточно Серьезно он сейчас Настраивался Я смотрел Такой был у него Достаточно серьезный взгляд То есть Он принимает это все серьезно Были сделаны выводы Видно как Марсель Скажем Душу Так скажем Отдал Подготовки Вот Подошел к этому вопросу Очень серьезно Так Контроль кисти За Алексеем Ну вот Собственно Вот это то что Денис И нарабатывал с Алексеем Это Борьба Верху Счет Расстроен 2-0 на левую И 1-0 на правую пользу Алексея Олейников И второй противостояние на правую сейчас состоит через пару минут Наблюдается Наблюдается Преимущество У Алексея В контроле кисти Собственно За счет этого Он И одерживает сейчас победы То есть В подготовке Наверное Есть смысл Поставить акцент В дальнейшем Джеффу Монсону Я очень на это надеюсь И я думаю Что Не нужно ребятам останавливаться И пытаться пробовать свои силы Дальше, дальше, дальше И выходить на Непосредственно Уже профессиональный какой-то олимп Уже бороться С серьезными соперниками В плане армрессинга Сейчас же На данный момент Очень интересная история О том, что Все ребята пробуют И пробуют перейти из профарма И пока на данный момент Серьезное противостояние удалось только одному человеку Это Леонида Ссаркона Но все пробуют И мы надеемся, что в нашем полку прибудет И почему бы это не сделать ребятам Добавить, как говорится, себя Прописать себя И непосредственно в истории армрессинга Денис Цыпленков Один из таких основоположников движения Так называемого поп-арм Когда звезды различных дисциплин спорта Медийные личности Пробуют свои силы в армрессинге Денис очень сильно Радеет, переживает за Таких спортсменов И всегда, собственно Готов помочь в подготовке Поэтому Если вдруг кто-то из Блогеров Медийных личностей Звезд из других видов спорта Хочет пробовать свои силы То я думаю Денис никогда не откажет Подготовке Это его такое тоже в какой-то степени Детище Это да И я должен сказать И наверняка Ты меня поддерживаешь По поводу того, что Ты не так переживаешь Когда борешься сам Сам, конечно Когда переживаешь Когда борются твои подопечные Твои ученики И потому Я понимаю Ребят Как они Так У нас Четвертый раунд Это второй раунд На правую руку Вармесинге И счет по раундам 3-1 1-1 На правую руку И 2-0 На левую В пользу Алексея Это очень классное противостояние Я Интрига сохраняется Благодарен организаторам Что Сумели Договориться Со спортсменами Увлечь Я не знаю даже Каким образом Им это удалось Но Мы сейчас наблюдаем Невероятнейшее противостояние Для Условий того, что На подготовку было Чуть больше месяца Спортсмены показывают Невероятные Бойцовские качества И Ситуация разворачивается В частности на правую руку Непредсказуемо Приступаем Идет серьезная работа В углу Джеффа Монсона Непосредственно Прямо Во времени Во время Поединка То есть Меняет стратегию Меняет тактику Для того, чтобы Изменить ход поединка Для того, чтобы Выиграть На правую уже На левую руку Поединок Завершился Со счетом 2-0 В пользу Алексея Олейников Можем его с этим поздравить А вот На правую борьба Будет продолжаться Организаторами Было В регламенте Обозначено Что Поединок идет До Ду побед На каждую руку На левой руке Либо будет В счет По рукам 1-1 Прямо сейчас Вы это узнаете Как вы думаете Кто выиграл на праву Алексей Ревозен Наверное В таком противостоянии Наверное Даже не имеет Такого принципиального Значения Кто из спортсменов Победит Самое главное Чтобы они Заинтересовались этим И В дальнейшем Мы увидели Противостояние С Другими спортсменами Смеется 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 Алексей Хорошее настроение Спортсмены готовы Зал Сибирин Пауэршоу Полон Под завязку Все Стянулись Еще Буквально час назад Мы Даже Половины Не могли наблюдать Зрителей В зале И именно все Собрались на этот Поединок Какие имена Конечно притягивают Притягивают народ Интересно смотреть Тем более поединок Сам по себе интересен Правая рука Пятый раунд Третий раунд На правую На сцене За столом Для адвес Готовь здесь и сейчас Мы подборим Это происходит Серьезно настроен Джефф Монсон Хочет взять реванш На правую руку Послушал Да Рекомендации Своего тренера Марселя Харидинова И Сделал акцент На Продавливание бок Чтобы забирать центр Увы К сожалению Сейчас на захвате Преимущество в центре У Джеффа Сумеет ли Алексей Навязать Борьбу верхом Не смог Не смог Не смог Не смог Наверное все таки Было бы правильнее дать пол Потому что Мы не хотим останавливаться Хотим продолжить Увидеть это Действо Что же примут судьи Мы как Болельщики Можем лишь Надеяться на продолжение Поединка Хочется чтобы Поединок продолжался И продолжался Честно вот правая Прямо Действительно интересно Смотреть Серег Я за твоими поединками Так С интересом не наблюдал Как За поединком Я даже лучше скажу Я за своими поединками Не наблюдал с таким интересом Отлично Отлично что судьи приняли решение Продолжать Потому что многие зрители Пришли именно за Эмоциями Которые Спортсмены Дарят нам Контролируют Хороший контроль кистью Алексея Это вот те наработки Которые Его тренер Денис Сыпленков Давал Ну Победа Уверенная Уверенная Есть там около года Двух лет Можно сделать контрольные Какие-то истории Очень нравится Очень нравится Скажем Спортсмены Отзывчивы Вот К примеру Чтобы было понимание Значит Данный поединок был Скажем так Разработан Вообще В рамках тренировочного процесса Дениса Сыпленкова То есть Они с Сергеем Проговорили этот момент И прямо на тренировочке Созвонились с Марселем Зная Что он Является Тренером В Уфе Он сам спортсмен То есть Мастер спорта международного класса Чемпиона мира Но Сейчас послушаем Дениса Дмитрий Сейчас послушаем Дениса Дмитрий Музыка Дмитрий Дмитрий Спорта Пьер И Не Я Я Субтитры подогнал «Симон»